Здравствуйте, с вами компания Электромотор. В данном видео я попробую вам рассказать, как правильно подобрать селку для морковки. Я хочу заметить, что для подбора правильной селки есть несколько факторов. Во-первых, это семена, которые вы выбрали. Это зависит от сорта, от гибрида, от их размеров. Все мы знаем, что на рынке огромное количество производителей, селекционеров. Они бывают довольно-таки разные. Но одним из самых главных моментов, это важно, чтобы они были отколюброваны и отшлифованы и обработаны специальными веществами. Чтобы они были защищены от вредителей, чтобы нормально развивался росток, чтобы была у них хорошая схожесть. Перед тем, как вы покупаете семена, обратите внимание на упаковку, либо узнайте у производителя, либо в торговой сети, где вы это делаете. Все стандарты по посеву, по всхожести, по количеству дней созревания, это все вам должен предоставить продавец. Далее, после того, как вы определились с семенами, приобрели нужный вам сорт или любой гибрид, вы обращайте внимание, какой размер семян. Для этого вам нужно взять несколько семян и измерить штангным циркулем максимальный размер этой селочки. Длина, ширина и высота. Возьмите на глаз, выберите самое большое зернышко и измерьте его штангным циркулем. Это нужно для чего? Это нужно для того, чтобы правильно подобрать втулку, втулочный механизм в селке. Компания Роста и компания Электромотор, как ее официальный представитель, предлагают вам селки для мелкосеменных культур, так скажем, с тремя видами высеивающих втулок. Прежде всего, это стандартная втулка с пассивным сбрасывателем ВПС 27-27 мм в диаметре. В этом году компания Роста сделала изменения и уже в продажу будут поступать втулки с готовыми заготовками. То есть, уже с готовыми отверстиями. Вам больше не придется мучиться и изобретать устройство для того, чтобы высверлить нужное количество отверстий. Но желающим, конечно, мы можем предоставить заготовку, то есть пустую втулку. Второй вариант – это втулка с пассивным сбрасывателем ВПС 52-52 мм в диаметре. Точно так же они идут уже с заготовками. Здесь, на этом примере, мы можем очень четко увидеть, какие могут быть отверстия от высота. Втулка ВПС 52-1,5 мм. Это ширина бороздки посередине. Далее 10-5, либо 10-3. 10 – это количество отверстий на цилиндре. 5, либо 3 – это диаметр отверстия. Вот вы видите, есть еще вариант 6-5, либо 6-3. 6 отверстий – 5 мм, либо 3 мм. Вот здесь самое крупное отверстие в этой втулке, оно подойдет даже для кукуруза. И третья втулка – предел совершенства. Хотя нет предела совершенства, это втулка с активным сбрасывателем ВАЗ-52. Тоже 52 мм в диаметре, но несколько механизмов высадки растений отличаются. Это мы покажем дальше в видео. После того, как вы ознакомлены с наименованием втулок, у вас есть семена. Вы измерили максимальный размер семени. И у вас получилось, к примеру, давайте вместе с вами это сделаем. К примеру, выберем, на мой взгляд, самую большую семечку. 4 мм длина, 1 мм толщина. 1,5 мм ширина. Для таких уже совсем мелких семян, как морковка, мы можем предложить вам либо втулочку с пассивным сбрасывателем 27, либо втулочку с активным сбрасывателем. Для того, чтобы... Мне звонят клиенты и часто задают вопрос, какую сейлку нужно выбрать, как нужно сажать, какой должен быть шаг в посевах. Для того, как настроить сейлку, как регулировать шаг в посевах. Для того скажу, да, у всех сейлок, базовых моделей, конечно, есть свои стандарты, есть свои правила регулировки, но каждый фермер, либо человек, который сажает морковку, должен сначала методом подбора попробовать эту сейлку. То есть засыпать в бункер семена, выйти на асфальт, либо на ровную поверхность, и прокрутить руками, посмотреть, какая идет норма высева, где что подрегулировать. Возможно, вам это, конечно, отверстие не подходит. То есть нужно методом проб, так скажем, подбирать. Ну, рассмотрим посев морковки на сейлке СОР, сейлка для овощных, ручная, для овощных культур ручная, с активным сбрасывателем. Это то, что я вам сказала, методом проб. Засыпем в бункер семена. Передо мной стоят модели высеивающего аппарата сейлок, уже со встроенной втулкой. Это удобно для того, чтобы показать наглядный пример, чтобы не устанавливать целый агрегат. И мы сейчас попробуем высеять норму семена. Посмотрим, какая у нас норма семена на метр. То есть один оборот ручки, это в реальной сейлке, это мы прошли метр. Мы сделаем три поворота, чтобы получить более точный результат. Так мы строили, засыпали. Нужно посчитать количество семян, которые выпали из семечки. 20 семян делим на 3, это примерно 7 зернышек на 1 метр. Также обратите внимание на то, что перед посевом вы должны выбрать способ посадки. Иногда это бывает так, что нужно по 2 или по несколько семечек садить. Иногда это пунктирный. То есть если вам нужно, например, по 2, то вы должны понимать, что вам нужно просто меньшее отверстие. Вы когда засыпаете, то есть вы получите уже больший шаг высы. Не больше шаг высы, а шаг высы останется тот же. Просто в одну посадку там будет несколько семечек. Ну, пожалуй, это и все. Основные моменты при выборе селки. Смотрите наше видео, мы будем еще более подробно рассказывать о видах втулок. Какие они бывают, какие бывают селки. Ну и, конечно, при выборе посадки той или иной культуры, культуру смотрите на почву, смотрите на площадь, которую вам надо посеять. Потому что для этого вам станет понятно, какая вам селка нужна. Вручная, мотоблочная, либо тракторная. Принцип высеивающих механизмов одинаковый. Компания Роста сделала универсальный бункер, в который можно поставить любую из втулок. То есть неважно, какую вы купили селку, вы просто приобретаете еще втулку вам нужную, ВПС-52, либо ВПС-27, либо ВАЗ-52. Просто ее вставляете в высеивающий механизм. Хотелось бы подвести итог, что для нашего образца морковки, для вот таких семян, подойдет больше селка ВАЗ. Поскольку у нее работает активный механизм выталкивания семян, что позволяет более точно соблюдать правила высадки, шаг посева. На мой взгляд, это очень удобно. Принцип втулки с активным сбрасывателем позволяет вам регулировать три положения активных пальцев. Эта втулка более универсальна. Еще хочу заметить, что компания Роста, мы лично были у них на заводе, на производстве. На базе научного института проводятся все разработки. Хочу повторить и обратить ваше внимание на то, что абсолютно все селки, абсолютно все механизмы, которые производятся в компании Роста, тестируются, испытываются, как в лабораториях, так и на открытых участках, на практике. Ведется бесконечная работа с покупателями, с клиентами, с фермерами. Постоянно идет усовершенствование конструкции, доработка. Тем самым они пытаются свою продукцию сделать максимально подходящей для вас, чтобы ваш урожай был максимально эффективен. И также облегчить вам процесс посадки тех или иных продуктов. Ежедневно в компании «Электромотор» поступают звонки, как выбрать ту или иную селку, помогите мне, мне нужно посадить. Такую культуру, такую. Но никто не задумывается над тем, что культура это само собой, семена дорогие, это хорошо, почву подготовить, это тоже очень важно. Водоподготовка очень важна. Но также важна и селка. Вы перед тем, как покупать, подумайте, для чего оно вам нужно. Не экономьте, не покупайте кустарное производство, не покупайте на рынках, которые очень много китайских подделок, очень много селок, продуктов, которые ребята сами делают. Покупайте заводской товар, и в комплексе, когда вы все правильно подобрали, на всех этапах подготовки. У вас будет прекрасный урожай, высокая всхожесть, и у вас не будет проблем. Все ваши затраты будут вознаграждаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!